Здравствуйте! Тема урока «Образование улусов на территории Казахстана». Сегодня на уроке объясним политические процессы, происходящие на территории Казахстана после монгольского завоевания. Определим последствия организации улусной системы на территории Казахстана. Исследовательский вопрос. Как изменилась политическая карта в результате образования монгольских улусов? Для начала задание. Выбор Чингисхана. Прослушайте отрывок из книги «Жестокий век» Исаия Калашникова и ответить на вопросы. Сколько было претендентов на ханский престол и какие качества выделил Чингисхан? Сделать наследником Джучи? Джучи все больше отдаляются от него. Нет, не может он быть наследником. Чагатай, Угадей или Тулуй. Один из этих будет наследником. Кто? Ближе всех к его сердцу Тулуй. Смел, отважен, умеет увлечь с собой людей, но и сам легко увлекается. А для владетеля это может обернуться бедой. Чагатай, напротив, строго следует правилам и обычаям. Упорен, беспощаден к себе и другим. Добрые люди возле него не удержатся. А худых он сам держать не станет. И может остаться одиноком. А править улусом без верной опоры трудно. Остается Угадей. Чингисхан выделял четырех сыновей. Джучи, Чагатая, Угадея и Тулуя. Сыновья стали верными помощниками отца. Принимали участие в завоевательных походах. Он решал, кто возглавит монгольское государство после него, отмечая недостатки своих сыновей. И выбор его остановился на Угадее. Нам сегодня необходимо ответить на следующие вопросы. Как повлияло монгольское завоевание на территорию Казахстана? Что такое улусная система? Для чего нужна улусная система? Как была подлинна территория Казахстана между сыновьями Чингисхана? Какие государства возникли на территории Казахстана после монгольского завоевания? Чингисхан огнем и мечом прошел территорию Казахстана. Территории, завоеванные в результате военных походов Чингисхана, простирались на востоке от Тихого океана и на западе до Каспийского моря. Какие можно отметить последствия монгольского завоевания? Монгольское завоевание привело к массовой гибели людей. Монгольские отряды стремились в первую очередь захватить опорные пункты, города и крепости. В Южном Казахстане многие города были разрушены из-за упорного сопротивления монголам, в отличие от ЖТСУ, где города сдались без боя. Так город Отрар был полностью уничтожен. В ходе археологических раскопок ученые обнаружили только насыпь, а самой стены не было. Исследователи предположили, что монголы приказали разрушить стены и не восстанавливать их. Три южноказахстанских города – Ашнас, Сыгнак, Отрар – оказались в списке городов, где было полностью уничтожено население. Кризис переживает ремесленное производство, торговля и денежное обращение. Ирригационная система была разрушена. Некогда возделываемые поля были уничтожены. Зарастают сорными травами. Люди, спасаясь от завоевателей, покинули дома. Многие были уведены в плен. Хозяйство было отброшено в своем развитии назад на века. ЖТСУ пострадал меньше, чем Южный Казахстан, от монгольского нашествия. Часть населения погибла, принимая участие в военных походах на стороне монголов. Уменьшилось количество торговых караванов, поэтому приходят в упадок торговли. В ЖТСУ стали прибывать кочевые и монгольские племена. Были уничтожены поля и сады. В восточном Дештекепчаке копчакские племена долгое время оказывали сопротивление. Монгольские войска нанесли поражение копчакам. Правители копчаков попали в плен и были казнены. Копчакский совет племен распался. Формируются новые политические центры. Изменяется антропологический облик людей, усиливаются монголоидные черты. Выжившие люди должны были платить дань захватчикам. Но несмотря на это, были и положительные последствия. Какие положительные последствия у монгольского нашествия? Положительные последствия необходимо выделить следующее. Развивалась международная торговля. Обширная территория Евразии оказалась под контролем одного правителя. Прекращаются междоусобные войны. На территории Монгольской империи действуют единые законы. Яса Чингисхана. Благодаря веротерпимости монголов, религиозные течения получили дальнейшее развитие. Какие были особенности улусной системы? Улусы – это территориально-административные владения потомков Чингисхана. Такая система позволяла контролировать завоеванные земли. Все завоеванные земли были поделены между сыновьями Чингисхана. Территория Казахстана была подлена между тремя сыновьями. Джучи – территория от Туртыша до Волги и низовья рек Сырдарьи, Амурдарьи. Чагатай – территория всей Средней Азии и ЖТСУ. И северо-восточная часть ЖТСУ входила в состав улуса Угедея. В 1227 году умер Джучи. Необходимо было определиться с наследником. Утимисхаджи в Чингисхане рассказывает, каждый сыновей Джучи хотел уступить престол другому. Тогда они направились к Чингисхану. Великий дед, принимая царевичей, велел поставить три юрты. Белую юрту – золотым порогом для Бату, синюю юрту – серебряным порогом для Орда Еджена, серую юрту – стальным порогом для Шайбани. Кого Чингисхан назначил наследником в улусе Джучи? Чингисхан назначил наследником улуса Джучи – Бату. Улус Джучи позже стали называть Золотой Ордой. Была ли эффективна улусная система? Чингисхан был единственным правителем. Он контролировал территорию государства, вел завоевательные походы и территория постоянно увеличивалась. Улусная система после смерти Чингисхана изменилась. Правители улусов стали независимыми, сосредоточили крупные военные силы, создают независимые династии, в результате Монгольская империя распадается. Бату Хан, правитель улуса Джучи, совершил в 1236-1242 годах военные походы, расширивая границы на западе. На территории улуса Чагатая возникло государство Магулистан. Задание. Как звали сыновей Чингисхана? Сыновей Чингисхана звали Джучи, Чагатай, Угидей, Тулуй. Второе задание. Выберите верное утверждение. Золотая орда возникла на территории улуса Джучи. Население Житусу оказало упор на сопротивление монголам. Город Отрар был полностью уничтожен. Правители улусов стремились закрепить за собой владение. Верные ответы на экране. Золотая орда возникла на территории улуса Джучи. Город Отрар был уничтожен. Правители улусов стремились закрепить за собой владение. Ошибочные осуждения жители Житусу оказали упорное сопротивление. А теперь подведем итоги. Хозяйство после монгольского нашествия пришло в упадок. Вся территория Казахстана была подлена между тремя сыновьями Чингисхана. Улус Джучи наследовал Бату. Стремление правителей улусов к самостоятельности привело к распаду монгольского государства. Наш урок подошел к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова